Продолжение следует... ...пусть они крупные и достаточно самостоятельные субъекты, но тем не менее у них значительный размер штрафов превышает те размеры, которые у нас установлены. Мне кажется, нам нужно дальше мотивировать все-таки законодательное собрание. Если в Петербурге за незаконное размещение стационарного торгового объекта штраф предусмотрен в размере 200 тысяч рублей, ну, наверное, неповадно будет предпринимателю повторно нарушать. А в нашем случае, я полагаю, что мы здесь хоть и сбегайся, и наши технические инспекторы с момента предупреждения до момента реализации этого акта хоть запринуждайся, но результата как ни было, так и нет, по сути. Я с вами согласен, что размеры штрафов, естественно, являются неплохой профилактической мерой, но законодательное собрание, когда принимало те размеры, которые действуют сейчас, оно же руководствовалось, наверное, принципом целесообразности и вообще соразмерности нарушения и действия тому наказанию, которое за него последует. Если это размещение киоска, которое, в принципе, благоустройству не причиняет никакого вреда, то 200 тысяч, ну, видимо, мы еще не дожили до таких штрафов, как в Петербурге и в Москве. Я задала вас вопрос на том, что вы не с вами не поправили. Нет, безусловно, эта работа будет продолжена. Я с вами полностью согласен. Я хотела поблагодарить Алексея Сергеевича за исчерпывающее выступление, потому что действительно работа комиссии отлаживается на уровне округов. И, конечно, вот то, что мы 23 мая проводим публичное слушание по внесению изменения правил благоустройства, обеспечения чистоты в городе Омске, это очень значимо. Здесь необходимо совместными усилиями довести до сведения населения, к ТОСов, чтобы было принято самое активное участие в обсуждении. И мы там закладываем борьбу с несанкционированными объявлениями, стоянка в неположенных местах и уровень ответственности. И самое главное, что штрафы за нарушение правил благоустройства не поступают в казну города. Это тоже очень важно. И вот на мой взгляд, ну как предложение, необходимая информационная поддержка. Вот стоит киосок, первое возникает вопрос, законно ли он стоит, второе, почему он не убирается. Я сама лично вот накануне субботника подошла к человеку, который сидит в киоске, говорю, а вы собираетесь убирать? Она говорит, нет, это не моя обязанность. Я говорю, а вас что не предупреждали, это пусть хозяйка об этом думает. Первое, куда должен позвонить гражданин, чтобы все-таки штраф-то навести немножко на этих сидящих в этих киосках. Мне кажется, нужна может быть социальная реклама. Вместе мы наведем чистоту, ну что-то такое вот. По информационной поддержке, куда обращаться, ну и по обсуждению правил и доведению до логического конца на казну. Спасибо, Ренгана. Ренгана, пожалуйста. Да, у меня, в общем-то, вопрос такого же плана. Меня беспокоит несанкционированная информация, которая имеет рекламный характер и размещаемая на ограждениях. То есть это вот такая спичь. Я бы хотела уточнить, как складывается правоприменительная практика. Вот в этом направлении, что мы делаем. Спасибо за вопрос. Действительно, это проблема, проблема не только нашего города. Поэтому мы и общались с коллегами на эту тему, как у них стоят дела по выявлению фактов размещения объявлений в несанкционированных местах. И как бы воспользовались своей практикой, которая ранее существовала в период административно-технической городской инспекции. На сегодняшний день проблема привлечения этих лиц состоит в том, что для привлечения лица за размещение объявлений в неустановленном месте необходимо лицо на месте задержать и доказать его вину по факту физического размещения этого объявления. Сейчас мы подготовили изменения в правила благоустройства, которые этот процесс несколько трансформируют. И ответственность будет возлагаться на лицо, которое размещает информацию рекламного характера, а не на то лицо, которое непосредственно физически ее размещает. Кроме того, профилактической мерой ранее являлось использование так называемого телефонного робота системы SprutInform, которая в автоматическом режиме обзванивала правонарушителей, которые разместили объявления в неустановленных местах по тем телефонам, которые они указывали в своих объявлениях. Эта практика приносила определенные плоды. Я знаю, что на сегодняшний день эта система SprutInform используется управлением, прошу прощения, департаментом общественной безопасности для информирования в период чрезвычайных ситуаций. Если возможно, возобновить эту практику работы по объявлениям с использованием этой системы было бы очень неплохо, я считаю. Так, Радмила Михайловна раньше поднимала руку, прошу. Спасибо. Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, за период последней деятельности имеется ли практика поступления в ваше управление, инициатив от общественных организаций, от отдельных граждан с предложением, может быть, усовершенствовать существующий порядок, либо, может быть, просто снесением каких-то дополнений в действующий порядок? Да, я уже за вопрос, я говорил уже в своем докладе, и повторю, что при подготовке изменений в решении Горсовета 45-го правила благоустройства, мы использовали ту информацию, которую нам предоставляли общественные объединения, депутаты Горсовета, и граждане, встречаемся с ними в КТОСах, и на личных приемах, они обращаются с наболевшими вопросами. Мы постарались все их предложения учесть и отразили свою позицию в этом законопроекте. То есть целесообразность этих предложений, она подтверждена? Да, действительно. Спасибо. Спасибо. Александр Алексеевич, прошу. И в продолжение к вопросу, который задала Галина Николаевна, у нас есть договорные обязательства на аренду земельных участков и на установку нестанциональных торговых мест. В договорах аренды предусмотрены меры ответственности и обязательства соответствующие. Как осуществляется контроль за исполнением, выполнением договора аренды со стороны, скажем, департамента имущественных отношений? На кого возложены функции проверки, исполнения обязательства договора аренды? Здесь немножко нужно разделить функции департамента имущественных отношений и функции окружных администраций, потому что департамент имущественных отношений осуществляет мероприятие по земельному контролю в рамках того договора аренды, в рамках того земельного участка, который был предоставлен. не занимается ли больший участок, площадь и так далее. Администрация административных округов осуществляет контроль за состоянием прилегающей территории, за состоянием благоустройства, прилегающего к размещенному объекту. И, безусловно, договоры, которые заключает Департамент имущественных отношений, ложатся в основу доказательственной базы в случае привлечения лица к административной ответственности с указанием конкретного места и так далее. Я не совсем, может быть, популярно задал вопрос, и я о системности хотел уточнить. Как Вы осуществляете контроль за исполнением обязательств по договору о ренте? От случая к случаю, если увидите. Повторюсь, что земельный контроль осуществлялся за Департамент имущественных отношений в рамках плановых проверок и в рамках внеплановых проверок, которые предусмотрены. Если у них появляются основания в соответствии с действующим законодательством, контрольные мероприятия, которые проводят округа, они также проводят как плановый характер, так и в случае обращений граждан о нарушении законодательства в сфере благоустройства. Если на это есть основания в соответствии с 294-м федеральным законом, по согласованию с прокуратурой они также проводят внеплановые проверки хозяйствующих субъектов. У вас с Департаментом имущественных отношений выстроено сотрудничество такое, которое бы обеспечивало и помогало работать земельному контролю. Земельный контроль во время своих рейдов помогал бы вам давать соответствующую информацию для вашей реакции? Безусловно, в Департаменте имущественных отношений у нас выстроены нормальные рабочие отношения. И в случае привлечения лиц к административной ответственности, если нам необходима какая-то информация, какие-то доказательства, мы всегда их можем запросить в Департаменте, и нам своевременно их предоставляют, что позволяет нам своевременно рассматривать дела и привлекать лиц к ответственности. Без протокола. Давайте так, Сергей Евгеньевич посмотрит у себя, сколько поступило информационных записок о том, что подсказывают наши инспекции технические о нарушениях в их сфере. А вы у себя посмотрите, сколько поступило Департамента имущественных отношений, информационных сведений, где вам подсказывают, что есть нарушения. Это вот укрепит сотрудничество ваше. Пожалуйста, еще вопрос. Алексей Евгеньевич, пожалуйста. Алексей Сергеевич, скажите, ведется ли статистика динамики протоколов административных нарушений, по виду нарушений в разрезе округов? В разрезе округов нет. Мы ведем статистику общего количества протоколов по видам нарушений. Отчетный период в неделю. То есть еженедельно эту информацию обновляем. Могли бы активизовать, где динамирующее количество составлений протоколов по каким видам? По видам, по статье 32 Кодекса Омской области, это нарушение правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. Это самый распространенный состав. Это содержание прилегающих территорий, содержание фасадов, наличие объявлений. То есть люди привлекаются по 32 статье. Скажите тогда, а вот по такому нарушению, как правила содержания домашних животных, есть? А, безусловно. Безусловно, такая статья, это 57-я статья о нарушении правил содержания домашних животных. Но не такое большое количество протоколов по этой статье поступает в комиссии. За 2013 год поступило порядка 300 протоколов за нарушение правил содержания собак в городе Омске. Раньше эти протоколы составляли и органы полиции, и полномоченные должностные лица органов местного самоуправления. Но в начале 2014 года в закон Омской области, в Кодекс Омской области об административных правонарушениях внесены соответствующие изменения. И сотрудники полиции теперь лишены права составления протоколов по данной статье. Это право осталось только у нас. Особожденные от такой функции. Ну, можно сказать и так. Понятно. Еще вопросы есть? Нет. Присаживайтесь, Сергей Сергеевич. Владимир Владимирович, что-то есть? То, что действительно Алексей Сергеевич сказал, это часть дополнения техническими предметами, дозвон телефона и все остальное, это обязательно нужно, потому что борьба с объявлениями очень актуальна на сегодняшний день. Ну и, наверное, в этой части мы очень активно работаем с управлением. Наверное, здесь посмотреть еще функционал. Допустим, 40-я статья из размещения объектов. Инна Александровна, мы с вами еще тогда в начале года разговаривали, да? Здесь немножко тоже нужно поработать в этой части какой? Муниципальный земельный контроль части размещения киосков в осуществе департамента имущественных отношений. И только после этого можем мы заходить и накладывать 40-ю статью. А зачем, когда департамент может сам применить ее? То есть здесь нужно посмотреть эффективность работы. То есть наделение сотрудников департамента полномочиями тоже составляет. Зачем два раза ходить туда разным лицам? То есть в этой части мы постоянно с управлением работаем очень плотно. Я думаю, что количество... Давайте мы по такому задачку запишем, а Андрей Владимирович ждет под контроль и урегулирует ситуацию. Ну а динамика показывает и качество, и наполняемость, и количество. То есть оно по себе действительно идет рост профессионалов. То есть люди набираются опыта в этой части работы. Ну и самое главное, что на сегодняшний день толчок действительно есть. Уже все прекрасно понимают, что есть такой орган, который может прийти, наказать. Поэтому здесь зона ответственности, конечно, есть у меня все. Хорошо. Тогда будем завершать, да, потовых отходов и наведение порядка в этой части. Поэтому контакт плотный и связь непосредственная. Что касается оборудования, которое в режиме автодозвона помогает бороться с незаконно размещенной рекламой, то мы практически уже приняли такое решение, и оно передается в прежние функции. Если у нас, с точки зрения охраны общества, порядки работы нашего подразделения, связанного ими с этой функцией борьбы с терроризмом, оповещением населения и прочее, будет необходимость, значит, будем искать средства для того, чтобы их обеспечить необходимым ресурсом. А сейчас переводим это в режим нашего управления, которое занимается технической инспекцией. Я вот хотел сказать о том, что правильно задал вопрос очень, и Алексей Сергеевич сказал, процедуру прохождения, вернее, процедуру реакции на то или иное нарушение. Она очень длительная, да, поэтому мы к ней сегодня, пока ее не изменили, должны подходить к следующим образом. Она является основой сотрудничества со всеми хозяйствующими субъектами, со всеми, кто находится у нас на территории города, то есть со всем нашим социумом. То есть есть время предупредить, время отреагировать, значит, грамотно изменить ситуацию и, этим словом, избежать кого-то наказания. Если вот у нас выстроена эта работа тщательная, последовательная, такая, будем говорить, содержательная и не реагируют, не исполняют свои обязанности, вот тогда нужно включать жесткий административный режим. Но очень важно, чтобы он был включен и эффективно отработал, проинформировать всех проживающих в территории города Омска, как-то реализующих себя там, либо как житель частного сектора, либо предприниматель там, или другого свойства, деятельность, да, люди должны быть проинформированы и знать свои функции, знать свою ответственность. Вот это вот очень важно. Тогда разговор будет профессиональный, на одном языке, быстро будет отрабатываться. Вот это основное, так сказать, условие, которое позволит эту работу вести системно. В целом, нужно отметить, что наша техническая инспекция и, так сказать, непосредственное управление административных практик набирает обороты, вектор правильный, значит, анализ того, что сделано, анализ передового опыта, так сказать, и необходимое усердие будет гарантировать, что и дальше она будет работать эффективно. Вот, это вот такие вещи ключевые. Теперь чуть-чуть по содержанию этого вопроса. Значит, по оборудованию строек и других пласяток, и не имеющих твердого покрытия, имеется в грунтуру, где концентрируется или находится, или просто, так сказать, перемещается автомобильный транспорт. Все локальное нужно взять на контроль и заставить, обеспечить, чтобы были мойки колес автомобилей, чтобы грязь на проезжую часть больше не вытаскивали. Вот это очень жестко. Это очень жестко. Нужно всех предупредить и на это в первую очередь обратить внимание. Значит, повторяю основу сотрудничества. Предупреждаем, даем какую-то паузу, потом административно действуем последовательно и очень ответственно. И вот это для чего нужно, по-моему, любому понятно, да? Вот только сошел снег, только солнце пригрело, на улицах пыль. Очень верно было сказано, многими очень, в том числе у нас депутаты прямо на заседании городского совета говорили, потому что убирать нужно приборбюрное пространство и освобождать его от скопившейся грязи, которая является источником пыли. Все это верно. Меры такие принимаются, и гораздо больше выделено туда рабочей силы, для того, чтобы это активнее шло. Вот надо приобретать оборудование и так далее, чтобы убирать быстрее, убирать качественнее. Но я еще хотел обратиться к департаменту общественной безопасности, связывайтесь с экологами и вносите предложение об экомониторинге нашей атмосферы в городе Омске. Сколько у нас там микрограмм находится, взвешенных частиц, то есть пыли на кубический метр, на каких участках, в каких округах, какое время суток, чтобы мы могли понимать, что происходит и как мы на это влияем. То есть вот это будет, критериев этой деятельности очень много, но вот это будет одним из важных критериев. И здесь тоже нужно будет выстроить очень последовательную и очень настойчивую работу, потому что это не просто, это оборудование, это система, это люди, это, так сказать, систематический контроль, это своевременное информирование, нужны эти формы, как проинформировать население и те, кто должен принимать меры для того, чтобы эти показатели соответствовали допустимым нормам и так далее, и так далее. То есть вот эту работу нужно вести. Ну а в целом, конечно, еще раз, еще раз, это функции каждого жителя города Омска. Киоскли, частые домли, торговая точка, которая очень часто грешит тем, что унесли свои твердые бытовые отходы к жилому дому в контейнеры, да, ну, и считают, что дело сделали. Уже речи нет о том, что уход за территорией, подмели там, вычистили, что-то, так сказать, прибрали, подремонтировали и так далее. Ну и, как мы говорили, обратить внимание дорожникам. Очень, очень такая маленькая деталь, но, тем не менее, между бордюрными камнями нужно все зазоры ликвидировать и заполнить их соответствующим материалом, который бы не позволял во время дождя выносить грунт на проезжую часть. Потому что это тоже источник пыли. Вот давайте мы задачу сегодня ставим. Первое это побороться с пылью и грязью. Это, конечно, не охватывает все функции нашей административной комиссии и наших технических инспекторов. Но по этому направлению первые конкретные шаги нужно отработать буквально в течение 10 дней, чтобы мы понимали, что нужно делать. Что касается, так сказать, объявлений, что касается состояния фасадов, что касается состояния ограждений территорий или строительных площадок, здесь, по-моему, все очевидно. Жесткий административный контроль и не менее жесткое административное воздействие. Потому что у нас много строительных площадок, много площадок, которые когда-то были огорожены много лет назад, там не ведется никакой деятельности, и все это является собой такой трущобный вариант. Все, наблюдать прекратили, принимаем самые жесткие меры. Вот подход мы определили сотрудничество со всеми жителями, хозяйствующими субъектами на территории города, чтобы люди понимали, что от них требуется и какими методами мы должны действовать. Жизнь показывает, вот субботник наш прошедший, что сотрудничество налаживается. Мы в этом году привлекли грузовых автомобилей для вывоза мусора больше, чем в предыдущие годы. Люди понимают. Поэтому, если мы выстроим нормальное отношение, оно укрепится и эффект будет выше. Ну, а еще раз повторю, для тех, кто не хочет реагировать на заботу о числоте в городе, значит, на тех жесткое влияние. Я думаю, что мы через три месяца должны план включить и посмотреть на таком же совещании аппаратном. Результаты работы. Как двигаемся, какие получаем результаты и что нужно подкорректировать в наших действиях. У управления, которое занимается у нас административной практикой, сегодня есть огромные возможности подключить абсолютно все структурные подразделения, чтобы каждый выполнял свою функцию и получили мы коллективный результат. Если нет добавлений... Я в прошлом году поднимала этот вопрос. Все-таки необходим мониторинг по кругам. Вот он не ведется, но он необходимый. Не думаю, что это так сложно уже по видам нарушений. Для нас это было более нагрядное. Я вот посмотрела выступление Стрельцова. Там есть взаимодействие с ктоосами, с организациями, со всеми. Я бы хотела более четко прописать взаимодействие с депутатами, потому что мы совместно с вами отвечаем за чистоту в городе. То есть контактные телефоны во всех администрациях, и я доведу их до депутатов. Ну и вот со средствами массовой информации о том, что действуют такие комиссии, вот это еще как-то бы отразить в протоколе. Как мы усилим эту работу? Ведется такая статистика? Она есть? Вопрос не понял. Такая статистика имеется? У нас по кругу прозреться статей и всего. А почему-то я могу? Значит, Алексею Сергеевичу поручение проработать с городским советом объем информации, ее регулярность, и чтобы она поступала на все время, поскольку действительно это неверно, если мы держим, так сказать, на голодном поистине, с искренней информации. А Ирина Вальдиновна, вам нужно предусмотреть, чтобы мы информацию о деятельности комиссии и о том, ради чего она работает, какую цель ставить и как добиваются, и какие мы получаем результаты. Нужно пошире давать, потому что главная задача – это всех привлечь к тому, чтобы мы город содержали чистым, следовательно, и информировать нас от следующего вопроса. Так, если больше нет добавлений, вопрос второй завершен. Ты был приглашен на первый вопрос, а тем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok